Девушки отдыхают Девушки отдыхают Волга Река, у которой родился Великий Ленин Река русской силы Река русской песни Река русской свободы Здесь, на Волге, уже не раз наш народ Решал кровавый спор с иноземными проводителями Волга Река, на которой стоит Красный Царицын Город Сталина Сталинград Сталинград За годы советской власти Превратился из города песчаных бур и пыли В город садов и парков Широких асфальтированных площадей И белых многоэтажных домов Сталинград Сталинградцы помнят Дом, где работали товарищи Сталин и Ворошилов Вот здесь, под Царицыном В 1919 году Под водительством Сталина Были разгромлены белогвардейские войска Сталинградцы чтут память Погибших при обороне Царицына Рабочих и красноармейцев Память Руднева, Алябьева, Якова Ермана И словно напоминая о суровой благородной судьбе Сталинграда Днем и ночью работали гиганты нашей промышленности Красный Октябрь Баррикады И первенец пятилетки Сталинградской тракторной Десятки тысяч тракторов Уходили отсюда во все концы страны Война И с первых дней Великой Отечественной войны Сталинград крепко связал свою судьбу с фронтом Субтитры создавал DimaTorzok В своем докладе К 6 ноября 1942 года Председатель Государственного комитета обороны товарищ Сталин Объяснил главную цель летнего наступления немцев Цель эта заключалась в том, чтобы обойти Москву Отрезать ее от уральского тыла И ударить по ней с востока Немцы предполагали занять 10 июля Борисоглебск А 25 июля Сталинград После занятия Сталинграда Немецкие полчища должны были двинуться на север Для завершения гигантского обходного маневра 10 августа они предполагали быть в Саратове 15 августа в Куйбышеве А 10 сентября Германское командование намеревалось занять Арзамас В начале лета Немцы прорвали линию нашей обороны И двинулись на юго-восток Если свои военные силы Германия в прошлую мировую войну Распределила на два фронта великих держав Если в 1941 году она ударила по одной нашей стране по фронту в 3000 километров То летом 1942 года ее силы тяжким молотом обрушились на Сталинград и Кавказ Свыше 80 пехотных моторизованных и танковых дивизий Были брошены на эти направления День и ночь шли бои в Донских степях День и ночь шли бои в Донских степях Звکи в Донских степях День и ночь шли боя в Донских степях День и ночь шли бои в Донских степях ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В боях с превосходящими силами немцев Красная Армия изматывала наступавшего противника. Огню и разрушению предавали немцы степные деревни. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ 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 Тысячи людей уходили на восток. КОНЕЦ 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 150 тысяч сталинградцев ежедневно выходили в степь на строительство оборонительных рубежей. КОНЕЦ В начале августа германские силы пытались прорваться к Сталинграду с юга. Встретив непреодолимое сопротивление Красной Армии, они были остановлены. Тогда германское командование сконцентрировало большие силы танков и пехоты западнее Сталинграда. Эти силы форсировали Дон и вырвались к Волге в районе рабочего поселка Рынок. Военный совет Сталинградского фронта. Командующий Сталинградским фронтом генерал-полковник Еременко. Член военного совета фронта товарищ Хрущев. КОНЕЦ КОНЕЦ 23 августа воздушные эскадры Рихтгофена обрушились на Сталинград. КОНЕЦ КОНЕЦ Продолжение следует... 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 Передний край взорван. В прорыв входят наши танки. Они движутся в тылу Сталинградской группировки противника. Бомбардировочная и штурмовая авиация наносит удар по немецким армейским тылам. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Фронт прорыва становится все шире. В него устремляются массы нашей конницы. ВЫСТРЕЛЫ 20 ноября в осуществлении плана Верховного главнокомандования войска Сталинградского фронта, сосредоточенные южнее города, перешли в наступление. ВЫСТРЕЛЫ Для наступающих войск нет дня и ночи, нет степной стужи, нет отдыха. Вперед! Только вперед! ВЫСТРЕЛЫ Задача аэросанного десанта — внезапным рейдом захватить вражеский аэродром. ВЫСТРЕЛЫ Эти самолеты уже никогда не будут бомбить наши селы и города... ВЫСТРЕЛЫ ВЫСТРЕЛЫ НЕВСТРЕЛЫ КОНЕЦ В жестоких боях части Сталинградского фронта занимают станции Тингута Абганерово-Кривомузгинское удар войск Донского фронта был так стремителен что немцы не успели взорвать минированный мост через Дон наши войска на плечах противника ворвались в город Калач Калач наш 23 ноября встретились в суровой степи бойцы армия Рокоссовского и Ременко соединились окружение 22 немецких дивизий было осуществлено за 100 часов немцы в кольце завершив окружение немецко-фашистских войск под Сталинградом Красная Армия нанесла новый удар по врагу в районе Среднего Дона прорвав фронт обороны противника и выйдя в тылы немецко-фашистской армии советские войска закрыли возможность вырваться вражеским войскам окруженным под Сталинградом или оказанию им помощи извне тогда немецкое командование предприняло отчаянную попытку освободить свои окруженные войска и с этой целью сосредоточив в районе Севернее Котельниково большую группировку войск начало наступление Красная Армия разгромила новую ударную группировку вражеских войск отбросила немцев и лишила их возможности пробить путь своим окруженным под Сталинградом дивизиям Севернее Котельниково Железное кольцо окружало немцев не только на земле но и в воздухе 8 января 1943 года наше командование предъявило ультиматум генерал-фельдмаршалу Паулюцу командующему немецко-фашистскими войсками окруженными в районе Сталида срок ультиматума истек в 10.00 9 января 1943 года командование немецко-фашистских войск отклонило этот ультиматум началась генеральная атака грозный бог войны артиллерия гордость нашей армии гвардейские минометные полки Катюше зовут их ласково бойцы немцы боятся Катюш больше смерти Гитара Катюш Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Двинулись танки. За 7 дней наши войска захватили 29 укрепленных узлов немецкой обороны. Все плотнее сжималось кольцо окружения. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вот что увидели наши бойцы в лагере. Лишь несколько человек уцелели из двух тысяч пленных красноребейцев. Продолжение следует... 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 Только огнем... Можно ответить... На эти чудовищные преступления. Продолжение следует... Огонь! Продолжение следует... После 100-дневных боёв 62-я армия перешла в Сталинграде от обороны к наступлению. Цех за цехом, дом за домом. Очищали наши войска от гитлеровцев. Уничтожали последние очаги сопротивления. Под двойным ударом в войск Донского фронта была прорвана немецкая линия обороны в городе. КОНЕЦ КОНЕЦ Не выдержав нашего натиска, блокированные фашистские гарнизоны домов начали поднимать белые флаги и сдаваться в плен. Сдавались в плен целые батальоны и полки противника. Генерал-лейтенант фон Даниэль попал в плен с остатками своей 376-й пехотной дивизии. Настала радостная минута. Войска Красной Армии, оборонявшие Сталинград, соединились с дивизиями, прорвавшимися к ним с Дона. Последний выстрел. Впервые за 160 дней боев пришла в Сталинград тишина. Сталинград тишина. Сталинград тишина. КОНЕЦ Так стояли они перед Гитлером, звавшим их на преступную войну. Так стоят они перед нами. Так награждали их железными крестами после вступления в Париж. Так наградили их в Сталинграде. Так выступали отборные немецкие полки. Такими ушли они из Сталинграда. Эта армия мнила себя непобедимой. 24 гитлеровских генерала взяты в плен. В числе пленных генералов, командующих группой немецких войск. Поиск под Сталинградом генерал-фельдмаршал Паулюс. Генерал-фельдмаршал Паулюс. Его начальник штаба генерал-лейтенант Шмидт. Генерал-лейтенант Шумилов проверяет документы плененного фельдмаршала. Генерал-фельдмаршал Паулюс. 2500 офицеров сложили оружие. 91 тысяча пленных немецких солдат бесконечными колоннами шли в тыл. История войн не знала подобных примеров окружения уничтожения столь большого количества регулярных войск до предела насыщенных современной техникой. Вот она, эта техника. За время генерального наступления с 10 января по 2 февраля нами захвачено 750 самолетов, 1550 танков, 6700 орудий, 61 тысяча машин. КОНЕЦ Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Освободители Сталинграда и первые вернувшиеся в город жители собрались на торжественный митинг. Добро пожаловать в Казахстан! Скоро встанет из развалин город народной славы! Город дважды на протяжении четверти века, сыгравший решающую роль в жизни нашей страны, город Сталина, Сталинград! На века будет записана в историю Великая Битва, выигранная Красной Армией под водительством Сталина! Добро пожаловать в Казахстан! 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 ПЕСНЯ ПЕСНЯ ПЕСНЯ